Все-таки засилие азиатских товаров лично меня напрягает. Не хочу показаться занудным стариком, но все-таки раньше трава действительно была зеленее, а небо более голубоватое. Хотя, с другой стороны, последнее под вопросом, особенно если посмотреть на европейскую часть суши. О чем это я? Ах да, об азиатских товарах и их творчестве. Вспомните 80-е годы. Почти вся техника была прямиком из Германии, Японии, США. Нас окружали товары, как правило, максимального качества. Тяжелое, добротное, сексуально-брутальное. Взять хотя бы трансформаторы на промышленных подстанциях. Ну да, странный пример, не правда ли? Ну хорошо, вспомните машины тех лет. Да, они до сих пор ходят и радуют глаз и сердце своих владельцев. Миллионы километров, а им все нипочем. А сейчас что? Какое-то все хрупкое, так и норовит развалиться при малейшем усилии. Печально, друзья. Наш с вами любимый Hi-Fi идет по тому же пути упрощения, облегчения, падения в качестве. Но, оказывается, не так все и плохо. И удивительное рядом. Китайцы и Stonewinner, которые, как мы знаем из прошлых наших роликов, пытаются покорить матушку Россию с недружественной Америкой, Канадой и подобными развитыми странами, выпустили серию ресиверов, после тестирования которых у меня накатывает ностальгическая слеза. Неделя с этим азиатским чудом и я получаю настолько смешанные и странные чувства, что просто не могу пройти мимо и не поделиться с вами. Но все по порядку. Дизайн суровый и немного странный. Прямые линии соседствуют с плавными углублениями. Кнопки огромные, металлические и крутилки, к сожалению, пластиковые, но их две и ходят они весьма неплохо. Долго не мог понять, на что все-таки похож наш герой и пришел к выводу, что если бы Нед вошел в сайте с азиатской интегрой, то, вероятно, как раз у них был бы сын. Похоже на данный ресивер, друзья. Цена данного изделия на момент тестирования составляет 97 тысяч рублей, что при его характеристиках и звуке заставляет все топовые бренды, включая Denon, Marans, Yamaha, задуматься. Скажу больше, интегральные усилители вроде Rotel 1572 MK2 и NET-C368 также должны напрягаться, ведь против них играет натуральный интегральник по характеру звука, мощный, напористый, музыкальный, при этом имея на борту HDMI, систему калибровки, оптику и голубой зуб, что сейчас очень актуально, учитывая, что часто стереопару подключают к телевизору. Вы будете крайне удивлены, но я устроил слепое прослушивание между Rotel 1572 MK2 и Tonwinner 2300 в стерео. Знаете, что сказала моя фокус-группа? Ресивер выиграл у породистого усилителя. Я сам был в шоке, и кто не верит мне, пожалуйста, милости просим в салон, послушаем с вами вместе. Убедитесь. Если вокальные партии были лучше у Rotel и изысканность, деликатность, общий музыкальный стиль, скажем так, интереснее и глубже, то при прослушивании рока, танцевальных композиций и, так сказать, мощной попсы однозначно выиграл ресивер с его чуть грубоватым, но приятным слуху, стилем и мощью. Отдельно стоит упомянуть бас нашего героя, который однозначно богаче и наваливал на несколько порядков сильнее, при этом не заглушая остальной частотный диапазон. Примерно на 10 пунктов цифровой громкости опережал ресивер при одном и том же входном сигнале, что для меня также стало большим удивлением, ведь по данным, во всех источниках выходная мощность у интегрального усилителя 120 ватт на канал при 8 омах, а у коммуниста 150 ватт на 8 ом, при том, что у первого-то 2 канала, а у ресивера 7 каналов. Помните легендарного жермеса Кирилла? Юзабилити. Это его одно из любимых слов. И давайте сегодня посмотрим на юзабилити этого аппарата. Во-первых, включение. Большая кнопка Stand-in-by и она же отвечает за Power-on. Boot-ok. Start. Tonwinner. Версия прошивки, что для меня опять же такое удивление, потому что никакой ресивер обычно никогда не показывает версию прошивки своей. Это можно посмотреть где-то в меню глубоко, но не при первом включении. Написано disconnected. Так, сразу подключился к моему телефону. Bluetooth. Это радует. Друзья, избитая тема это экран. Если это можно назвать экраном, он двухстрочный. Он плохой. Откровенно плохой, потому что в отличие от тех же самых Denon и Marins, которые там вставляют подобные экраны в аппараты за 600 тысяч, там, под миллион, здесь мы не видим, к сожалению, схему вашего домашнего кинотеатра. То есть только две строчки. Схему они не поставили. Хотя вот эта вот схема, я помню, она еще была, насколько я помню, в таких аппаратах, как Harman Kardon. Ну да ладно, за эти деньги мы это прощаем. Далее, что мы здесь видим? Это отдельная ручка громкости для микрофона. Как мы знаем, азиаты очень любят петь дома с микрофонами. Японцы придумали такое развлечение, как караоке. И здесь у нас аж два входа для микрофонов и отдельная ручка. Оправдано ли это? Я не могу сказать. Я не пою караоке, я не люблю петь. Поэтому, наверное, для фанатов пения, это круто. Но видеть вот прям такой функционал в ресивере, мне немножко странно. По кнопкам они металлические, они реально качественные. Они... Слышите, да, звук? И нажимаются... Вот про нажатие. Не очень нравится мне, как они ходят. Немножечко топорно. Ну вот как-то... Да, все надежно. То есть, по качеству и, скажем так, долговечности однозначно претензий нет. Но вот какой-то ход у них больно громкий. Еще такой нюанс. Чтобы выключить его, вы не поверите, ну, во всех нормальных аппаратах, которым я привык, вы просто нажимаете, да, и он выключается. Здесь не так. Здесь у вас возникает меню, где написано Power Off, да или нет. Причем вы можете, видите, поменять и, например, два, насколько я помню, выхода из этой ситуации. Так, еще раз и... А нет, стоп. Он выключается. Видели, да? Второй способ – это просто держать эту кнопочку, и он тоже сам выключится. Ну, как вам сказать, по юзабилити для меня, для человека старой школы, это очень странное решение. Хотя оно имеет место быть, если у вас какие-то дети, либо животные, которые постоянно бегают, что-то жмут. В общем, они просто так этот аппарат не выключат. Я все больше прихожу к выводу, что это реальный такой вот интегральник, у которого есть дополнительная функция, как ресивер. Почему? Потому что это еще и медиаплеер. Три кнопки, то есть вы можете вставить флешку и управлять этими тремя кругляшками процесс воспроизведения вашей музыки. Это прикольная фишка, мне это нравится. Далее, что мы здесь видим? Это несколько значков, что он поддерживает Dolby Atmos, DTS-X и 4K. Кстати, процессор HDMI-плата здесь хорошего качества, потому что я тестировал его на своем аппарате OPPO 205, и он ничуть не испортил изображение. Поэтому, если вы будете подключать серьезный качественный контент, то все будет хорошо. Дальше. У нас здесь имеется вход на флешку. То есть вы можете поставить ту же самую флешку, либо сзади еще мы увидим вход для карты памяти. И вот эта вот кнопочка назад, да, Home, Home. А, кстати, вот Home, перейти по меню. Тоже все просто и, в принципе, понятно и удобно. Но все-таки мне не хватает большого экрана. Удивительно, что ручка громкости еще и выбирает источник. Нигде такого не встречал. Просто нигде. Заходим сзади. Давайте выключим, наверное, да, его. Ну что, долгим нажатием. Опа. Отлично. Так. Раз. Выдергиваем шнур. И смотрим, что же у нас в филейной части. Если вы наш подписчик, то смотрели наше предыдущее видео, где я показывал и рассказывал про данные клеммы. Но, если вы не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, следите за нами, потому что будет много интересного. Ну так вот. Вот эти вот терминалы для подключения колонок. Повторюсь, они сделаны качественно. Мне чем-то они напоминают, опять же, NET. То есть, у него и стилистика такая NET-овская в плане такого хорошего, добротного, мощного звука. И терминалы тоже похожи на NET. Два оптических входа, что не может не радовать. К сожалению, нет оптического выхода. Хотя данная функция, мне кажется, все-таки иногда может пригодиться. Ну да ладно. Это у нас Bluetooth-антенна, рядом с ней у нас находится слот для карты памяти. Друзья, это не смартфон, а слот для карты памяти есть. Интересная тенденция. В новых смартфонах убирают слоты для карт памяти, а в новых ресиверах, наоборот, добавляют. Мистика какая-то. И, конечно же, конечно же, у нас целых шесть, но это стандарт HDMI входов и два HDMI выхода. Вот этот вот порт для меня в целом всегда был бесполезен. Обратите внимание, насколько Tone Winner заточены под караоке. У них какая-то навязчивая идея, чтобы люди пели. Хотя я знаю очень многих товарищей, которые обожают петь. Ну так вот, здесь целых шесть входов под караоке. Ну это круто? Ну да, наверное, это круто, но не для меня, потому что я не пою, повторюсь. Отдельно отмечаю, выходы это pre-out. Я всегда говорю своим клиентам, что старайтесь брать ресивер с pre-out, хотя бы на фронтальные колонки. Почему? Потому что вы можете вырасти из звука ресивера, и тогда, имея на борту pre-out хотя бы на фронтальные колонки, вы сможете взять какой-то мощник, подключить его к ресиверу, и тем самым разгрузив ресивер, и придав дополнительный толчок, дополнительную мощь, качество вашим фронтальным колонкам. Это очень важная вещь. Так вот, в этом аппарате pre-out есть на все каналы, и даже больше. Почему даже больше? Потому что у нас здесь усилительная часть на 7 каналов, а этот аппарат может расширить ваш домашний кинотеатр под конфигурацию 7.1.4. Есть один нюанс, что, несмотря на обилие выходов pre-out, вы, по крайней мере, я не нашел в меню, где можно, например, разгрузить и снять с фронтальных колонок усилительную часть, и, например, подключить фронты к усилителю мощности, и вот этот вот усилитель фронтальных каналов пустить, например, на задние каналы. Ну, то есть, понимаете, да, мы разгружаем фронты и пускаем эту усиливающую часть на другие каналы. Я не нашел, как это сделать. Поэтому придется дополнительные, например, задние два атмос-канала подключать уже к усилителю, а этот усилитель подключать к pre-out. По качеству нет никаких претензий. Все позолоченное, все прям такое четкое, собрано отлично. Не придраться. Плюс ко всему у нас стоит здесь, видите, наклеечка Тон Виннер, которая показывает, что вы этот аппарат не вскрывали. А мы сейчас его как раз-таки вскроем. Как говорят врачи, вскрытие покажет. Момент истины, друзья. Заглядываем в святая святых Тон Виннер. Крышка нормальная, качественная. И что показательное, видите, проклейка. Не каждый ресивер, даже в цене более 300-400 тысяч, имеет вот такую вот, скажем так, прослойку. Ну, приятно, что сказать. Молодцы, молодцы азиаты. И опа! Честно сказать, я немного в шоке. Мне очень горько признавать, но действительно азиаты крутые парни. Посмотрите на этот трансформатор. Это огромнейший Тор в ресивере, который стоит сейчас меньше 100 тысяч рублей. Посмотрите на его размеры. Просто взгляните на его вес. Я уверен, он очень тяжелый, потому что выглядит он шикарно и сделан идеально. Я сразу вспоминаю внутренности Хегеля, которые собирали какие-то пьяные норвежцы. Там этот весь навесной монтаж. Ну вот, навскидку, мне кажется, там Тор хуже, чем вот здесь. Вот именно сделан по качеству, потому что там видны были все вот эти вот медные обмотки. И здесь такая школа, как у Брайстона. Все очень хорошо запаковано, качественно проложено. Да, я не скажу, что монтаж там в стиле Аурендер, где там прям вот идеально все рассчитано по проводам. Но, друзья, Аурендер-то стоит сколько? Стример Аурендер, там Космос, там 500 тысяч. Тот аппарат, который я люблю, N200, он стоит там 700 тысяч. В общем, здесь, здесь при 7 каналах сделано все круто. Степень моего доверия к китайцам оставляет желать лучшего. Но когда я смотрю на то, как сделан этот аппарат, друзья, искренне, положа руку на сердце, сделано все очень хорошо. Большой радиатор, отличный трансформатор, все уложено качественно, конденсаторы, распайка, схемы. Ну, хорошо. И играет он реально хорошо. У меня есть к нему претензии. В следующем ролике вы о них услышите. Там есть над чем еще работать. Но в плане звука и в плане компоновки, посмотрите, ну, толстый металл. Все хорошо, хорошо уложено. В общем, давайте пробежимся быстренько по его внутренности. Три вентилятора на борту, на которых написано Sleave Behring. Скажу так, за время прослушивания я ни разу не слышал, чтобы этот аппарат гудел, либо шумел. Наверное, они включаются при каких-то серьезных нагрузках, хотя, судя по этому трансформатору, я не знаю, что надо сделать, чтобы нагрузить его. Далее, что мы видим? Это радиатор, он достаточно большой, он черный. Вообще, компоновка у аппарата очень интересная. Пытался открутить вот этот трансформатор, но у меня не получилось. Очень хорошо все прикручено, так сказать, намертво. Стенка передняя, обратите внимание, что она толстая, и здесь какое-то отделение вот этого вот экрана от остальной части. Это, кстати, хорошо, потому что помех будет меньше. Видите надпись Deccan, а если присмотреться, то мы увидим, что написано 22 тысячи микрофарад. У нас получается их здесь раз, два, три, четыре. Четыре умножаем на 22 тысячи, и самые быстрые, сколько получают у нас? 88 тысяч микрофарад общая емкость. По крайней мере, то, что я вижу, это очень хороший показатель для ресивера. А нет, там еще два маленьких есть на 2200, судя по всему, да, микрофарад. 85 градусов Цельсия также написано на них. Ну что, больше нет нигде здесь конденсаторов. Конденсаторов. Усилительная часть, как вы видите, тоже у нас запитана. Это, я так понимаю, импульсный блок питания. Взгляните, насколько педантичны азиаты. Они подписали каждую платку 2300 V1. Ну, значит, и будет, наверное, V2. Как все тут скомпоновано, я просто не вижу, куда тут уже V2 делать. Уже все хорошо. Не могу найти, где идет забор воздуха для этих вентиляторов. Может быть, где-то сбоку, получается, они дуют на этот радиатор. Ну, так же, да, по логике или нет? Поправьте меня, друзья, в комментариях, если я не прав. Все-таки без японцев не обошлось. Платы Panasonic. Да, это они самые. А также у нас еще плата ARM. Также плата Analog Device. В общем, целая россыпь микросхем. И все это, естественно, на HDMI главной плате. Которая, как мы знаем, в свое время очень хорошо выходила из строя у Onkyo. Я буду крайне признателен, написавшим в комментариях, про этот вот аппарат, про его внутреннюю часть, если мы именно сравниваем то, что находится у него внутри. Давайте же посмотрим на конкурентов. Ну, а тот же самый Denon и Marron's. Если вот эти внутренности стоят 100 тысяч рублей, что мы можем увидеть за эти же деньги и подобного? Мне лично самому очень интересно. Это была первая часть обзора Tone Winner. А в следующей части мы увидим его меню, как я его откалибрую в своей комнате прослушивания. А также вы услышите личный мой рейтинг вот этого ресивера. Друзья, благодарю вас за внимание. Стараюсь быть максимально честным, объективным. Но я всего лишь человек и не лишен чувств и эмоций. Поэтому не судите строго. Всего хорошего. Пока-пока. Ну, действительно, я смотрю на это чудо и просто не понимаю, что за 100 тысяч они настолько хорошо и качественно все сделали, и такие компоненты. Отличная культура производства. Я не знаю, что тут сказать. Я удивлен. Спасибо. 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 Спасибо.